В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 8 мая 2002 года номер 296, при Государственном университете Высшая школа экономики была создана военная кафедра. Это событие стало очередной ступенью развития университета, ознаменовало факт его признания как состоявшегося всего за 10 лет Высшего учебного заведения Новой России, расширило возможности по военной подготовке студентов и их государственно-патриотическому воспитанию. Появление военной кафедры повысило имидж Высшей школы экономики и ее значимость в вопросах защиты национальных интересов страны. Военная кафедра создавалась в трудных условиях. Россия только начинала подниматься с колен после социально-политической и экономической разрухи 90-х годов. Продолжалась контртеррористическая операция на Северном Кавказе, требующая огромных затрат и напряжения всего общества. Страна содрогалась от террористических актов и разгула экстремизма. Проводимые военные реформы не давали желаемых результатов. Система подготовки офицерских кадров разваливалась. Началось массовое сокращение вузов и военных кафедр при гражданских вузах. Именно в такой сложнейшей обстановке руководство университета убедило правительство Российской Федерации и руководство Министерства обороны в необходимости образования военной кафедры при неординарном новаторском университете. Большая заслуга в этом по праву принадлежит Ярославу Ивановичу Кузьминову, Евгению Григорьевичу Ясину, Льву Львовичу Любимову, Михаилу Тихоновичу Деменкову. Спустя 10 лет можно констатировать, что самоотверженный труд этих людей не был напрасным. Они заслужили нашу искреннюю благодарность и признательность. Их детище, военная кафедра, состоялось как структурное подразделение университета и успешно решает возложенные на нее задачи. Первое штатное расписание кафедры было утверждено 17 октября 2002 года. Устанавливалась общая численность кафедры 40 человек, из них 25 человек профессорско-преподавательский состав, 15 человек инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал. На кафедре создавалось 4 цикла. Первым начальником кафедры был назначен полковник Костюшко Николай Дмитриевич. С 1 сентября 2003 года организована началась военная подготовка студентов по двум военно-учетным специальностям. Командиры мотострелковых взводов и командиры взводов охраны для сухопутных войск. Занятия проводились в новых специализированных аудиториях на стрельбище и полигоне военно-инженерного университета. В июле 2004 года после учебного сбора и сдачи государственного экзамена осуществлен первый выпуск офицеров запаса. Воинское звание получили 111 выпускников кафедры. Организационно-штатные преобразования проводились в 2005, 2009 и 2011 годах. Кафедра готовила специалистов для Главного управления по работе с личным составом и Управления военных представительств Министерства обороны с ежегодным выпуском около 300 офицеров, что равнозначно выпуску Высшего военного училища. С 2009 года кафедру возглавляет полковник Трусов Владимир Михайлович. С 1 сентября 2011 года основным заказчиком офицеров запаса снова стало Главное командование сухопутных войск. Кафедра перешла на новое штатное расписание и имеет в своем составе 5 циклов, осуществляющих подготовку студентов по 7 военно-учетным специальностям. Командиров мотострелковых и разведывательных взводов для сухопутных войск, командиров подразделений охраны и противодиверсионной борьбы для ракетных войск стратегического назначения, офицеров военных представительств Министерства обороны. В 2012 году заканчивается подготовка офицеров запаса для воспитательных структур. В соответствии с требованиями руководящих документов на военную кафедру возложено решение двух основных задач. Первая – это реализация программ военной подготовки офицеров запаса по военно-учетным специальностям. И вторая задача – проведение воспитательной работы и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи, направленных на государственно-патриотическое воспитание студентов, формирование у них морально-психологической готовности к защите Отечества, гордости и ответственности за принадлежность к офицерскому корпусу вооруженных сил России. Обе эти задачи решаются личным составом военной кафедры в тесном единстве и взаимосвязи, с полной отдачей сил и энергии, в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации. В настоящее время на кафедре проходят военную подготовку более 1 тысячи студентов Высшей школы экономики. За 10 лет стали лейтенантами запаса свыше 2 тысяч выпускников. И это только начало большого пути. Коллектив военной кафедры обладает значительным кадровым и научным потенциалом. Вместе со студентами, проходящими военную подготовку, он пишет ее историю. В нашем строю 12 кандидатов в наук, 2 профессора, 10 доцентов. Занятия ведут 3 майора, 9 подполковников, 15 полковников и 2 генерала. Эти цифры не только впечатляют, но и ко многому обязывают. Мы можем и должны высоко нести планку ответственности за качество подготовки военных специалистов, как это делает наш университет, Высшая школа экономики. Вместе с ним кафедра развивается, совершенствуется и готова выполнить любые задачи во благо великой России. Вместе с ним кафедра развивается, что-нибудь, прошедшим на уши. как робот соответствует обы След сценарий. Вместе с ним кафедра развивается эффективность и по-ведам hj objetivo.